С приходом весны и тепла из спячки проснулись эти коварные насекомые. Клещи и клещевой энцефалит – тема этого выпуска. Здравствуйте, мои хорошие! Первые теплые весенние деньки, преддверие весенних праздников, как тут устоять перед соблазном вырваться за пределы города, чтобы на природе пожарить шашлычки или просто провести свободное время, вдали от автомобилей, асфальта, шума и суеты. Однако, отправляясь отдыхать, не стоит забывать и о собственной безопасности. Ведь помимо всех прелестей весны, это ещё и время максимальной активности клещей, переносящих такое грозное заболевание как энцефалит. Клещи просыпаются уже в первой половине апреля, когда воздух прогревается до 4-5 градусов Цельсия. Пик их активности приходится на май-июнь и может продолжаться до конца лета. Единичные активные паразиты встречаются вплоть до конца сентября. В России областями, где чаще всего происходит заражение энцефалитом после укуса клеща являются Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Костромская, Ленинградская, Московская, Новосибирская, Омская, Пермская, Самарская, Свердловская, Томская, Тюменская, Ярославская области, Красноярский край, Карелия. Также заражение энцефалитом отмечены в северных областях Казахстана, в Украине, Белоруссии, Прибалтике и ряде европейских стран. Клещевой энцефалит – заболевание вирусное, возбудителем которого является арбовирус. Проникая в клетки различных органов и систем организма, вирус перестраивает обменные процессы клетки, заставляя работать на себя и вызывая в конечном итоге её гибель. Вирус энцефалита преимущественно поражает центральную нервную систему оболочки головного и спинного мозга с последующим развитием параличей. Попав в организм клеща, вирус, как правило, размножается и сохраняется там в течение всей жизни насекомого. Так как вирус энцефалита содержится в слюне клеща, то заражение человека обычно происходит в момент укуса, и чем длительнее продолжается процесс сосания, тем больше вирусных частиц попадает в кровь, увеличивая вероятность развития заболевания. Следует отметить, что даже если клеща удалить сразу после того, как он прицепился, риск заболеть всё равно остаётся. Существует заблуждение, что укус самца не может причинить вреда человеку. Это далеко не так. Укус самца намного коварней, потому что более кратковременен, из-за чего существует вероятность вообще его не заметить и не предпринять никаких профилактических мер. Также возможно заражение и при раздавливании клеща на коже, после чего через небольшие кожные ранки и микротравмы вирус способен проникнуть в кровь. Инкубационный период вируса клещевого энцефалита длится от трёх дней до трёх недель. В это время у заболевшего могут наблюдаться так называемые предвестники болезни – слабость, боли в мышцах, сонливость, головная боль, плохой аппетит, незначительное повышение температуры. Через 2-4 дня состояние улучшается и симптомы пропадают. Если вирус прорывается через гематоэнцефалический барьер, что случается примерно у 30% больных, наступает следующая стадия болезни, которая ознаменовывается резким повышением температуры до 38-39 градусов Цельсия. Возникают сильнейшие головные боли, светобоязнь, затылочные мышцы сильно напряжены, сознание помрачается, нарушается тактильная чувствительность. В случае поражения вирусом нервных клеток мозга возможно развитие потери памяти, нарушение двигательных функций и даже летальный исход. Лечение клещевого энцефалита осуществляется только в больнице и только под контролем врача. Поэтому для успешного лечения очень важно своевременное обращение за медицинской помощью. Если говорить о профилактике энцефалита, то тут в первую очередь стоит постараться исключить посещение местности с высокой травой и кустарниками в конце весны – начале лета. Однако существует ряд профессий, напрямую связанных с работой в очагах риска – лесники, охотники, геологи – данные лица подлежат обязательной вакцинации против клещевого энцефалита. А как же обезопасить себя в случае, если мы всё-таки решились на тесный контакт с матушкой природой и выехали отдохнуть за пределы города? Для этого давайте разберёмся, где же чаще всего нас могут поджидать клещи. По статистике 30% пострадавших были укушены клещами на дачных участках, 24% – в лесу, около 6% – в городских парках, 2% – на кладбищах и менее 1% – на турбазах. Клещи очень любят высокую влажность, поэтому большая их часть обитает в хорошо увлажнённых местах – в смешанных и лиственных лесах с густым подлеском, на дне оврагов, в зарослях и вняков, на берегах ручьёв, на высокой траве, растущей вдоль лесных дорожек, в участках леса, захламлённых буреломом. Для нападения на жертву клещ поднимается по сухим стеблем травы на высоту максимум до 1 метра и замирает. Он чутко реагирует на температуру теплокровных животных и их запахи. Как только жертва проходит мимо и касается травинки, на которой клещи выжидал, насекомое цепляется лапками за шерсть животного или одежду человека в районе колена или чуть выше, после чего оно начинает ползти вверх в поисках открытого и наиболее подходящего для укуса места. Клещ двигается достаточно медленно, и если за пару-тройку часов человек не успевает увидеть непрошенного пассажира и снять его с себя, то насекомое, вероятнее всего, заберётся под одежду и присосётся к коже. Чаще всего клещи присасываются в области шеи, за ушными раковинами, на груди, в подмышечных впадинах, в паховых складках. Перед присасыванием клещ прокалывает кожу и выбрасывает в ранку инфицированную слюну, первая порция которой похожа на цемент, она прочно фиксирует ротовую часть клеща на коже. Стоит отметить, что заражение человека вирусом энцефалита происходит в течение всего периода кровососания. Однако, именно в первой порции слюны содержится половина всего вируса, находящегося в организме паразита. Дальше выделяется жидкая слюна, богатая биологически активными компонентами, которая обезболивает место укуса и разрушает стенки кровеносных сосудов и окружающие их ткани. Частички разрушенных тканей вместе с кровью разбавляются слюной клеща и поглощаются им. Со временем от высосанной крови клещ начинает раздуваться и становится хорошо заметен на глаз и на ощупь. Однако, теперь его уже не так легко удалить, так как головка насекомого почти полностью уходит под кожу. Если вы обнаружили присосавшегося клеща, немедленно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение, чтобы удалить его, так как количество вируса, попавшего в организм, напрямую влияет на тяжесть последствий. В противном случае эту манипуляцию придётся проделать самому. Снимать клеща следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется в коже. Удалять клеща можно маникюрным пинцетом или нитью, обвязанной вокруг головы паразита, раскачивающей выкручивающими движениями против часовой стрелки. Во избежание отрыва хоботка нельзя совершать резких движений. Если хоботок остаётся в теле, его удаляют обожжённой иглой или острой булавкой. В случае, когда ничего из перечисленного выше под рукой не оказалось, придётся воспользоваться своими пальцами. Сдавливайте клеща осторожно, чтобы не раздавить, так как вирус клещевого энцефалита, попав на кожу, легко может проникнуть в кровь. После удаления насекомого вместо укуса и руки помойте водой с мылом и продезинфицируйте ранку любым пригодным для этих целей средством – спиртом, йодом, зелёнкой, одеколоном. Удалённого клеща не выбрасывайте. Собрав все части его тела, сложите их в стеклянную банку и обратитесь в ближайшую поликлинику. Там клеща исследуют и определят, был ли он заразен, что позволит начать своевременное лечение. Ну и в завершении несколько простых правил, которые помогут избежать укуса клеща. При посещении леса придерживайтесь тропинок, избегая участков с густой травой. Надевайте одежду с длинными рукавами. При отсутствии капюшона шею обвяжите платком, нижние края которого заправьте под ворот куртки. Брюки заправляйте в сапоги, а куртку в брюки. Руки, ноги, живот, шея должны быть закрыты, волосы спрятаны. Чтобы клещей было легче заметить, для прогулок лучше подходит светлая одежда. Используйте для отпугивания клещей репелленты, обработав ими одежду и открытые участки тела. В местах обилующих клещами нужно каждые 20-30 минут осматривать одежду на предмет наличия на ней клещей. После выхода из леса обязательно еще раз внимательно осмотрите себя и свою одежду. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, если вы еще не подписались. И как обычно, заходите в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Здоровья вам!